МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это общая заслуга и администрации, и детей, педагогов однозначно. Поэтому мы все гордимся очень, стараемся, чтобы этот уровень удержать, поддержать этот уровень. Я думаю, что так и будет, потому что у нас очень хорошие дети, и я думаю, что самые лучшие педагоги. Уже четвертый год подряд в топ-100 лучших школ Подмосковья по результатам работы за год входит 2-й Одинцовский лицей. Это только ежедневный труд. Труд, труд, еще раз труд. Это вдохновение, которое мы питаем от наших учащихся. Это помощь, которую мы всегда ощущаем от наших родителей. Это коллектив, который горит, который надо только направить, который надо вдохновить и поощрить. В старших классах лицея упор делается на IT-технологии, математику и русский язык. Хотя лицеисты с интересом изучают и иностранные языки, и историю, педагоги и сами очень ответственно относятся к своим урокам. Я каждый год делаю домашние уроки. И мои взрослые друзья говорят, ну уж ты когда-нибудь научишься, приглашая меня туда или туда, вот, что ж ты опять домашние уроки делаешь, домашние задания. Даже на параллель, вот бывает, что параллель десяток, параллель седьмых классов. Я каждому классу набрасываю план, вот как я вижу с этим классом, проведение той же самой темы, что в другом классе. Чтобы детям было интересно, многие занятия проводят в игровой форме. Для каждого возраста игры свои. Уже в течение шести лет в лицее проходит ассамблея наук и искусств. Одно из мероприятий ассамблеи – интеллектуальный марафон, в котором участвуют дети первого по шестой классы. Как в настоящей игре «Что, где, когда». Ребята должны дать ответ на ряд вопросов, иногда действительно сложных. Сегодня в марафоне участвуют ученики четвертого класса. Отвечают активно, правда, не всегда правильно. Чтобы не дать ребенку расстроиться и потерять интерес, педагоги подчас идут на маленькие хитрости. Стимулируем, даем шанс, изменяем правила иногда, для того, чтобы было комфортно детям, для того, чтобы они интересовались, были заинтересованы в учебе и в своем развитии интеллектуальном. С 7 по 11 класс обобщающие уроки математики проходят в формате брейн-ринга. Систему еще в 90-х годах прошлого века разработала учитель математики Марина Павловна Наумова. Участвовала с ней в конкурсе «Педагог года» и стала его победителем на муниципальном этапе. Брейн-ринг помогает ребятам обобщать знания по геометрии, тригонометрии, производным. Урок это нелегкий, да, что в этом уроке содержатся задания и по математике, и по истории, и по литературе интересной, связанной с математикой. И, соответственно, математика здесь не очень легкая, но командная игра помогает всем получить удовольствие. Софья Ковалевская говорит, нельзя быть математиком, не будучи в то же время поэтом в душе. Поэтому у нас вот такие уроки математики, они такие поэтические уроки, исторические. Глеб учится в лицее с первого класса, сейчас в одиннадцатом. Собирается посвятить себя изучению IT-технологий, поступить в технический вуз. Ему нравятся такие нестандартные уроки, и он счастлив учиться именно здесь. Прежде всего мне нравится здесь учиться за счет того, что весь педагогический состав и вообще наши классы, наша параллель – это такая одна большая дружная семья. Мы очень много времени проводим вместе здесь, в школе, так что можно на самом деле назвать, что школа – это наш второй дом. Среди лицеистов много тех, кто, как и Глеб, выбирает IT-специальности. Свои успехи ребята регулярно показывают на ЕГЭ и школьных олимпиадах. У меня ежегодно 8-10 призеров победителей муниципального этапа. Почти ежегодно региональные призеры. У меня есть и призер заключительного этапа Степанов Никита, который в данный момент учится в высшей школе экономики. И я вот в прошлом году получила благодарность от ректора за то, что подготовила хорошего ученика. Он и там себя показывает на высшем уровне. Отличные результаты лицеисты демонстрируют и по другим предметам. В прошлом году из 72 выпускников во втором лицее было 25 медалистов, а еще победитель Всероссийского этапа Олимпиады по истории. Кроме того, здесь постоянно много призеров и победителей школьных олимпиад на региональном этапе по разным предметам. Мы ребятами гордимся. Мы гордимся педагогами и родителями, которые тоже в этой подготовке принимали активное участие. Ведь именно уверенность детей, их спокойствие, их заряженность позитивом, оно позволяет им раскрыться в полном объеме. Поэтому мы гордимся нашими ребятами и желаем им самого наилучшего. Сейчас восьмиклассники успешно прошли школьную олимпиаду по французскому языку за девятый класс. Их педагог Надежда Александровна Кожемякина надеется, что ребята хорошо себя покажут на муниципальном и региональном уровнях. Для этого есть все шансы. На каждом уроке они развивают все четыре вида речевой деятельности. Вырабатывают умение слышать, говорить, с пониманием читать и давать письменный ответ. Практически на каждом уроке есть аудирование. Оно может быть с видео, как вы видели, может быть радио Франца Интернациональ. Ну и в принципе я очень много работаю с источниками. У меня редко бывает учебник на уроке. И я работаю с телевидением французским, с радио французским. И все материалы мы учебные берем тоже оттуда. Молодцы французы, они это предоставляют. А еще с лицеем сотрудничает преподаватель Ранхикс. Носитель языка, который общается с ребятами исключительно по-французски. Возможность заключать договоры с преподавателями вузов у образовательного учреждения есть благодаря программе муниципалитета «Одаренные дети», в рамках которой во втором лицее также трудятся и два педагога из Одинцовского филиала МГИМО. Современная школа, она основывается на старой нашей школе, на классической, но в то же время вплетает в свою работу очень много нового. И кроме тех требований, которые предъявляли всегда к школе, это высокое качество образования, это обязательно от выпускников мы ждем коммуникабельности, умения быть активными, социализированными. За последние годы 4-я Одинцовская гимназия входит в топ-100 лучших школ Подмосковья в четвертый раз. Топ-100 это, конечно, очень престижно для любой школы. Попасть в зеленую зону, это, в общем-то, достижение наших детей, учителей в целом за год. Конечно, каждая школа к этому стремится и работает на конечный результат. И то, что нашу работу оценили, нашу работу так признали на высоком уровне, ну это гордость за наш коллектив, за наших детей, за наших родителей, наших помощников. В гимназии постоянно работают над улучшением показателей, по которым можно попасть в зеленую зону по оценке деятельности руководителя. Среди них результативность при сдаче ЕГЭ и ОГЭ, написание проверочных работ, участие в различных конкурсах и олимпиадное движение. Так, в прошлом году среди 56 выпускников было 16 медалистов, несколько стобальников, а также победители регионального и участники Всероссийского этапов олимпиад по литературе и истории. В прошлом году мы не только хотели улучшить качество участия, но и массовость. Дать возможность всем попробовать себя в различных направлениях. И это дало результат. То есть дети, которые вроде бы не очень-то себя проявляли, и вдруг они дали хороший результат. Вот на них тоже мы будем делать ставку. Испробовать на себе все возможности участия в олимпиадном движении смог и Глеб. Он учится в гимназии с первого класса. В прошлом году участвовал в олимпиаде по экономике, математике, английскому и русскому языкам. В этом году решил не распыляться. Выбрал два любимых предмета – русский язык и литературу. А для души участвует в вокальных и театральных конкурсах, ведет школьные концерты, ведь развиваться в будущем хочет в творческом направлении. Хотя учится сейчас в техническом классе. Что касается конкурсов, то это безусловно развивает, опять же, ту же стес устойчивость и работу со сценой, с аудиторией. Поэтому я по максимуму стараюсь участвовать в мероприятиях. И для меня это не сколько какая-то лишняя трата времени, ни в коем случае это набор опыта. Даже если у этого нет какого-то положительного результата, например, в той же олимпиаде. С этого года в гимназии появились новые профили для десятиклассников. Вместо лингвистического и экономического ребята пошли учиться в экономико-предпринимательский и IT-класс. По технологическому направлению уделяется очень большое внимание. Под контролем Министерства образования находится этот профиль технологический и предпринимательский. И поэтому мы, конечно, ставку сделали именно на эти профили в десятых классах. Согласие родителей, с анкетированием детей и родителей мы получили добро и в этом году ввели такие профили. Чтобы удержать планку и даже подняться в рейтинге, образовательному учреждению необходима слаженная работа всего коллектива, взаимодействие с родителями и, безусловно, целеустремленные ученики. Кроме того, важны профессионализм учителя и любовь к своей профессии. Без любви к своему делу, к тому, с кем ты работаешь, ничего не получается. Наша любовь к нашей профессии, к нашему делу, к нашему предмету передается детям. Они это чувствуют. И они совершенствуются. И мы совершенствуемся вместе с ними. И получается результат. Педагоги уверены, что в этом учебном году гимназия вновь покажет высокие результаты. Упор по-прежнему делается на качество образования. В том числе продолжается работа в рамках муниципальной программы «Одаренные дети». В этом году мы активно будем работать с центром взлет при школе Примакова, которая также дает хорошую подготовку в олимпиадном движении. Я думаю, это тоже нам поможет. Поэтому думаю, что результаты должны быть высокими. Продолжение следует...